Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. О событиях вторника, 2 октября вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габеши. Лучшее оружие – вода. В Сочи прошли учения по ликвидации выброса аммиака. Не все письма счастья правдивы, но можно ли их отменить? В ГИБДД назвали условия для отбраковки штрафов с камер. Танцуют, поют и помогают на фестивалях. Глава Сочи вручил благодарственные письма самым активным пенсионерам. 21 километр по трассе Формулы-1. В Сочи пройдет международный полумарафон на спортивных колясках. Двухдневные штабные тренировки проходят по всей России. Сегодня практический день. Специалисты учатся ликвидировать аварии техногенного и природного характера. В Сочи комплексные учения прошли на территории предприятия «Сочи-Холод». Там используют большие объемы аммиака – одного из самых вредных отравляющих веществ. Легенда учений такова. В результате землетрясения повреждены коммуникации предприятия и произошел выброс аммиака. Здесь его немало – 8 тонн. И этого количества достаточно, чтобы ядовитое вещество распространилось по всему микрорайону, навредив и жителям, и экологии. Переход на другие виды хладагента не планируется, так как технологически это невозможно. Поэтому приходится работать на хладагенте «Аммиак». В принципе, у нас ежеквартально, ежемесячно проходят тренировки и учения. У нас есть свои шесть формирований нештатные, которые постоянно проходят и обучение в специализированных центрах, и также тренируются на территории предприятия. На этот раз учения были комплексные. По всей России 1 и 2 октября проводятся тренировки по ликвидации ЧС техногенного и природного характера. В Сочи задача всех сил и средств города – не допустить распространения отравляющего аммиака. Он нейтрализуется обычной водой. В учениях задействованы пожарные, медики, специалисты горгаза, электрики и муниципальная служба спасения. Мы проверили действия муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС. Все показали довольно-таки уверенные действия в ходе этой тренировки и учения, в том числе по ликвидации аварии техногенного характера. Мы уже проводим учения, скажем так, для того, чтобы быть готовности. Но она никогда не выйдет от аммиака, потому что самая система предусматривает при аварии, блокируется и он остается в самой системе. А это значит, что жителям микрорайона Донская ничего не грозит. Даже в случае реального возникновения чрезвычайной ситуации на предприятии, никакого вредного воздействия на окружающую среду не будет. Вообще, для растворения аммиака в воздухе достаточно 20 минут. И учения проводятся для того, чтобы все оперативные службы города могли его ликвидировать правильно и быстро. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Индустриализация на Кубани выходит на новый уровень. Полный цикл производства продуктов питания от грядки до прилавка показали министру промышленности и торговли России. Вместе с Денисом Мантуровым индустриальный парк «Краснодар» посетил глава края. Главным событием стало открытие новой кондитерской фабрики. То, что скрыто от глаз сладкоежек. Так выглядит за кулиси кондитерской фабрики. В производственной лаборатории с конфетами не церемонятся. Так, например, в жидком виде выглядит карамель «Барбарис». Ради качества здесь растворяют, сканируют и изучают под микроскопом все. От шоколадных батончиков до леденцов. Анализ массовой доли редуцирующих веществ в карамели, в карамельной массе. Сейчас мы поставили наш образец на прогревание. После тестов на молекулярном уровне в ход идет, пожалуй, самая приятная процедура – органолептические исследования. Искушенные эксперты проверяют вкус, цвет, запах и правильные геометрические формы сладостей. Конфета молочная. Ее параметры – 41 мм, длина ширина 20 мм, высота 20 мм. Новая кондитерская фабрика сможет выпускать 55 тысяч тонн продукции в год. И это самое крупное производство конфет на юге России. Кондитер «Кубани», так называется комбинат, стал вторым резидентом индустриального парка в Краснодаре. Сегодня сюда приехали министр промышленности России Денис Мантуров и губернатор региона Вениамин Кондратьев. Современные цеха оборудованы роботизированными конвейерами. Самая длинная линия – 130 метров – позволяет выпускать сразу несколько видов сладостей. Одних шоколадных трюфелей здесь получают 200 килограммов в час. Новое пищевое производство – большой скачок в промышленном потенциале некогда исключительно сельскохозяйственного и курортного региона. Ведь кондитерская фабрика – всего лишь одно из предприятий, работающих в индустриальном парке. Сейчас на площадке, помимо производства конфет, уже запущен и хлебобулочный комбинат. Мы рассчитываем, что новый кондитерский комплекс будет обеспечивать своей продукцией не только Краснодарский край, не только Россию, но мы рассчитываем на то, что объем производства будет позволять отгружать свою продукцию на экспорт. На этой фабрике будет производиться 20 видов кондитерских изделий. Покупатели по всей России смогут найти их на полках наших магазинов. Создавая эту фабрику, мы также создали около 400 рабочих мест. Чтобы добиться результатов, мы установили очень высокие уровни контроля качества. На всех стадиях производства, начиная от сырья и заканчивая готовой продукцией. Сам проект индустриального парка Краснодар создавался в формате «гринфилд». В переводе означает «зеленое поле». На этой территории еще четыре года назад не было ничего. Все построено, как говорится, с нуля. Преимущество подобных кластеров в том, что заводу или комбинату не надо думать о том, как провести электричество или проложить водопровод. Все уже есть. Согласованы и бюрократические вопросы. Просто приходишь и работаешь. Помимо этого, со стороны государства предусмотрена финансовая поддержка. Региональные власти компенсировали 350 миллионов рублей на возмещение затрат при строительстве энергоцентра в индустриальном парке. Оператором всей площадки стала группа компаний «Магнит». Динамично развивающаяся компания не только как федеральная торговая сеть, где все мы прекрасно ее знаем, но как уже и очень динамично развивающийся производитель. А это уже совсем другой уровень самой компании. И это здесь сегодня не только качество обслуживания в магазине, но и качество самого продукта, который компания будет продавать. Это новый уровень в совокупности уже самой компании, которая выходит на новые горизонты. Я уверен, что это в рамках сегодняшней конкуренции очень правильный, очень грамотный путь развития, который позволит не только не потерять клиентов, но и максимально их увеличить. Но ведь намного ближе к каждому из нас это собственное благополучие и уверенность в завтрашнем дне. И вот такие индустриальные парки, промышленные парки, такие кабинаты, любые предприятия большие и маленькие, которые открываются, это же рабочие места. Это есть развитие для людей, не только для экономики, а для жизни, которая должна на самом деле быть очень активной, как в большом, так и в личном плане. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо за социальную политику, ориентированную на простых людей. Новые производства в конечном итоге действительно скажутся на потребители. Те же самые хлебобулочные комбинаты, кондитерская фабрика поставляют свою продукцию, сделанную из кубанского сырья, в одну из крупнейших ритейлерских сетей страны. Собственное производство, естественно, снижает конечную стоимость продукта. Глава Минпромторга рассказал, как это работает на примере завода по выращиванию грибов, который находится рядом с индустриальным парком. До появления этого производства, ну и, собственно, когда магнит закупал по импорту эти шампиньоны, то цена на полке была 350 рублей за килограмм. Сегодня цена, с учетом созданного производства здесь, 240 рублей. То есть кто выиграл? Выиграл и потребитель, получает свежий продукт, в России произведенный, и при этом у компании добавляется, формируется добавленная стоимость, которая обеспечивает и, собственно, снижение в итоге цены для покупателей. Семьи стоимость, то есть они контролируют, естественно, они становятся еще более доступны всем клиентам, покупателям, которые будут приходить в магазины. Это, естественно, тот курс, который нам позволяет сегодня достигать доступности и продуктов питания, и товаров торговой сети нашего Краснодарского края. Посредством создания собственных производств, компания «Магнит», еще раз подчеркиваю, коллеги, экономит кошелек потребителя. Все полученные в индустриальном парке Краснодара продукты тут же расходятся по России. В один из магазинов в поселке Агроном зашли министр промышленности и губернатор. В глаза сразу бросаются товары с яркой эмблемой на упаковке. Мы отмечаем вот такую ставку сделанную в Кубане, в данном случае, потому что это кубанская продукция, и во всех регионах, в остальных тоже. У нас здесь, только в Краснодарском крае, больше 300 поставщиков местных производителей, потому что местное производство, конечно, люди знают, кто любит больше. Очень удобно. В больших форматах есть еще большая, конечно. Этот знак сделан на Кубане, это Кубань гарантирует качество продукции, это очень важно. И вот это вот солнце, кубанское солнце, гарантия качества продукции. Для нас это старт такой, имидж компании, все наши организации сделаны на Кубане, потому что это качественно. Ну, все знают, что Кубань жительница, да, и что здесь отсюда идет все самое свежее, самое лучшее. Денису Мантурову и Вениамину Кондратьеву показали инновационную систему оплаты, внедренную в этом магазине. Теперь можно не носить с собой наличные деньги и даже банковскую карту. Купить товар можно с помощью собственного лица. Для этого надо скачать специальное приложение, привязать к нему паспортные данные, карту и собственную фотографию. Я говорю о том, что я хочу оплатить по лицу, потому что у нас есть терминал self-to-pay. Я должен принять, что я оплачиваю, попадая, соответственно, в зону оплаты. Идет обработка моих данных, авторизация, чек. В магазинах, появившихся на Кубане, внедряют не только технические инновации, но и меняют сам формат торговли. Теперь это не просто обычные продуктовые магазины, а многопрофильные комплексы. В одном месте можно купить еще косметику и лекарства. Магнит – это не только магазин у дома, это магазин для дома. Когда ты идешь в магнит, ты можешь купить, вот еще раз хочу подчеркнуть, сегодня уже лекарства есть, и косметика есть, и бытовая химия есть, продукты питания есть. Вот это сегодня новый стандарт, который на Кубане очень активно внедрен магнитом. Стандарт качества жизни абсолютно. И они это сегодня по стране тиражируют, но самое главное, что сегодня у них в целом уже не просто, это, я уже сказал, продажа, у них и собственная продукция. Это еще двойное качество. О том, что произведено на Кубане, и произведено еще непосредственно магнитом. То есть это уже новое такое явление на рынке, которое, я уверен, завоюет все больше и больше потребителей, и уже никогда они не оставят сеть магнит. Вот относительно товар для дома, мы можем подняться после наверх, у нас там магнит-косметик формат, очень популярный. Для региона это абсолютно новый опыт, когда одна компания строит индустриальный парк, создает там же собственные производства и полученными товарами снабжает огромную сеть по всей стране. Кубань уже сделала старт в промышленной революции. В регионе действуют два индустриальных парка и один промышленный кластер. При их полной загрузке появится 6 тысяч новых рабочих мест. Промышленный потенциал Курганинского района оценил губернатор Кубания сюда. Сегодня с рабочим визитом приехал Вениамин Кондратьев. Он посетил сразу несколько ведущих предприятий. Главе региона показали мощности завода по выпуску тротуарной плитки и комбината по производству мороженых полуфабрикатов. В структуре экономики района как раз преобладают производство пищевых продуктов. Еще лет, наверное, 5, даже 6 лет, ну где-то 7 точно, вот такая продукция была упакована в фирменную упаковку. И ингредиенты были тоже заморские. А сегодня-сегодня мы можем смело сказать, что это кубанская продукция. Она великолепного качества, красиво упакована. Глаз радует, что сегодня мы на витринах видим. Мы должны четко воспользоваться тем, что эта продукция произведена на Кубани. Кубань изначально для всей нашей страны это знак качества. Она максимально пользуется спросом у россиян. И это наше в целом, и производители, и Кубани, настоящее куберное преимущество. Вот мы говорили, безусловно, ярмарки, ярмарки, сети. С ними нужно работать, чтобы еще активнее наступать с кубанской продукцией. И это мы будем делать. И благодаря вот таким инициативным людям мы, еще раз подчеркиваю, имеем вот такое современное сегодня производство. И молодцы, что сохранили ручной труд. После объезда по Курганинску глава региона отправился в местный дом культуры, чтобы встретиться с местными жителями. Собрались около 400 человек. Людей смогли напрямую задать вопросы губернатору. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. К другим новостям. Возраст не помеха – это и девиз жизни пожилых сочинцев, и название городского мини-театра «Аперетты». Артистам театра за 60 и больше. Секрет их активного долголетия – творчество. Мой возраст уже за 80 лет. И я счастлив, что у меня такие годы, и я еще занимаюсь своим любимым делом. У меня семь внуков, правнуков вернее, правнуков. Представляете, что это такое? Поэтому я занят, у меня нет ни минуты свободного времени. Мы счастливы, что живем в замечательном городе Сочи. Мы бываем на всех мероприятиях. А вот в проведении всех городских и даже международных мероприятий помогают волонтеры серебряного возраста. Казалось бы, такое тяжелое мероприятие, как «Формула». Но наши все там участвуют, и знаете, с таким задором. И такая энергетика в них плещет. Просто, честное слово, смотришь и радуешься на них. У нас времени иногда не хватает даже. Мы живем замечательно, я вам честно скажу. Мы просто живем и радуемся, что мы в этом городе, что мы можем везде участвовать. Ветераны труда, культуры, отрасли образования, транспорта, общественники, волонтеры серебряного возраста, любители художественной самодеятельности. Сегодня на праздник собрались пожилые сочинцы, которые выбирают активную жизнь. Многим уже за 80, но и сегодня они преподают, передают опыт, поют и танцуют. Им глава города Алексей Копайгородский сегодня вручил благодарственные письма. Мы стараемся создавать условия, чтобы каждый из вас всегда жил и ни в чем не нуждался, были всегда в максимальном внимании. Вы всегда максимально могли свои знания, накопленные за столь долгое время, применять на развитие блага нашего города. Каждый из вас состоит в различных организациях. Общественная организация – это двигатель самого главного диалога с населением и властью. Для нас это очень важно, потому что все, что знаете вы, все проблемы, все возможности и пути их решения, мы всегда опираемся на вас. Чтобы у пожилых сочинцев была возможность с интересом проводить свободное время, в Сочи работает общественное движение «Активное долголетие». В него вступили уже 4000 пенсионеров. Программа включает в себя оздоровительные практики, творчество и образовательные курсы. Занятия идут в 45 сочинских домах культуры и библиотеках, а также в стенах Центра пожилого человека. Он открылся в здании городского собрания Сочи. Ольга Десятого, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания, ФКТ. В День пожилого человека по традиции в городе проходят различные конференции, посвященные правам представителей старшего поколения и их роли в обществе. Организации и фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции. Также проходят многочисленные фестивали и выставки, где пожилые люди делятся своим творчеством. В Сочи ко дню пожилого человека клуб «Рукодельница» открыл выставку. Мастерицы серебряного возраста представили свои работы, вязанные крючком и спицами, одежду, салфетки, украшения из бисера, вышитые картины и аппликации. Очень много людей пришли недавно, и очень многие люди интересуются и приходят. В первую очередь, конечно, это общение. Это общение, это, конечно, занятие каким-то интересным делом. Выставка открылась в Центре соцобслуживания населения. Здесь, за круглым столом, рукодельницы уже больше 15 лет собираются каждую неделю. Вяжут, вышивают, читают стихи, поют песни, отмечают различные праздники. Одним словом, интересно, а главное, с пользой проводят время. На сегодняшний день у нас по списку 30 человек, но регулярно ходит до 20. За эти годы, я хочу сказать, даже по этой выставке отметить, хочу многих мастериц. Мастерство у многих выросло. Это тоже самое главное. Ну, я считаю, что на клубе должно быть творчество. Творчество, чтобы работали и мозги у нас уже, которые начинают засыпать иногда. Свои работы клуб часто представляет и на городских мероприятиях. Также рукодельницы часто дают мастер-классы, в том числе и для детей из неблагополучных семей. В ГИБДД назвали условия для отбраковки штрафов с камер. В ходе проверки выяснилось, что в среднем четверть всех фотоматериалов с камер могут быть использованы для вынесения постановлений. Так, штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, при отсутствии предупреждающих знаков о работе комплекса и при жалобах граждан на работу комплекса. Соответствующее указание, как выяснила газета «Коммерсант», ГИБДД России направила в регионы. Эксперты инициативу поддержали, но обратили внимание, что документ госавтоинспекции юридической силы не имеет. На его основании штрафы невозможно отменить. По мнению экспертов, необходимо конкретизировать, например, какие осадки, температурный режим, уровень осадков необходимо считать достаточными для ограничения работы комплексов. Тем не менее, все отбракованные по новым условиям материалы будут храниться на сервисах в течение двух месяцев с даты нарушения. 5 октября в Сочи продлят работу общественного транспорта. Это связано с проведением футбольного матча между клубами Сочи и Крылья Советов. Очередной матч российской премьер-лиги начнется на стадионе Фишт в 19 часов. Поэтому для удобства болельщиков время работы общественного транспорта будет продлено. До 23.00 будут ходить автобусы номер 50, 54, 57, 60 и 125 С. Также на время проведения футбольного матча маршрут номер 54 вокзал Адлер-Некрасовская будет начинать движение от остановки Олимпийский парк и далее по маршруту. Для болельщиков, которые приедут на личном транспорте в районе Эмеретинской низменности, действуют 8 платных парковок на 2800 машиномест. Водители просят ответственно отнестись к выбору места для парковки. В Олимпийском парке будет усилена работа службы эвакуации. В органном зале Сочи представят проекционное музыкальное световое шоу. Концерт пройдет в конце октября. Единство музыки, света и трехмерной графики, звуковых и зрительных образов. В органном зале пройдет концерт в необычном формате. Зрители увидят светопроекционное шоу. В этот вечер будут исполняться самые мистические и сказочные музыкальные произведения из известных театральных постановок и кинофильмов. Прозвучат популярные саундтреки и рок-хиты. За пультом органа дуэт музыкантов Вероника Лобарева из Казани и сочинец Владимир Королевский. Они сыграют на органе в четыре руки. Концерт «Ночной иллюзион» пройдет 20 октября. В Сочи на главной гоночной трассе России пройдут гонки на спортивных колясках. Пятый международный полумарафон состоится 11 октября. В нем примут участие не только знаменитые спортсмены-паралимпийцы, воспитанники и заслуженного тренера России Ирины Громовой, но и международные участники из Франции, Словении, Италии, Армении и Казахстана, а также молодые спортсмены из российских регионов. Международный полумарафон на спортивных колясках на трассе Сочи «Автодром» протяженностью более 21 километра проводится с 2015 года. Идея гонки появилась во время зимней Паралимпиады в Сочи. Практически сразу была создана легкоатлетическая команда российских бегунов-колясочников. В тренерский штаб входит Сергей Шилов, шестикратный чемпион зимних паралимпийских игр. В этом году участники полумарафона стартуют 11 октября в полдень. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.